Приветствую! И в этом видео мы поговорим о том, почему ваши мечты не сбываются, в чем отличие цели от мечты и что необходимо таки сделать, чтобы ваши цели и мечты начали сбываться легко буквально по щелчку пальцев. Приветствую! Меня зовут Павел Коэльсов, я тренер, коуч и уже более 20 лет я помогаю людям легко достигать своих целей, исполнять свои мечты. Я автор четырех книг-бестсерверов по практической психологии и у меня тысячи клиентов, которые смогли разобраться, что необходимо сделать, чтобы цель и мечты начали сбываться. Если ваши мечты не сбываются, это очень плохо, потому что это подрывает вашу мотивацию, вашу веру в себя, вашу веру в то, что вы достойны на самом деле классной жизни, поэтому необходимо разбираться, а что необходимо сделать, чтобы ваши цели и мечты начали таки сбываться. Итак, самое главное. В чем отличие цели от мечты? Потому что цель это мечта плюс действие. То есть мечта от цели отличается всего одним параметром, что вы для достижения своей мечты что-то делаете. А если вы говорите, да, я там хочу чего-то, там, не знаю, зарабатывать больше, выйти замуж за принца, кататься на Мерседесе, купить квартиру крутую в Москве, но вы для этого ни хрена не делаете, извините тогда, пожалуйста, перестаньте себе врать, вы этого на самом деле не хотите. Потому что то, что вы на самом деле хотите, вы для этого что-то делаете. Не обязательно какие-то огромные шаги, может быть, буквально там 3-5-7 минут, может быть, вы, там, не знаю, хотите переехать, не знаю, там, в другую страну, и ради этого вы каждый день учите, там, не знаю, по 10 английских слов, на это у вас уходит 15 минут в день. Это прям отличный результат, если, еще разок, вы каждый день делать хотя бы малюсенький шажочек для того, чтобы приблизиться к своей цели, для того, чтобы она реализовалась. Потому что, еще разок, цель – это мечта плюс действие. Потому что я вас разочарую, ваша мечта без ваших действий, скорее всего, просто не реализуется, никогда. Итак, если с этим понятно, следующий очень важный параметр. Для того, чтобы ваша мечта реализовалась, вы должны внутри себя, внутри своей психи, внутри своей души разрешить себе изменения в жизни. Допустить, что в вашей жизни что-то изменится, что-то произойдет, что-то будет по-другому, что-то будет не так, как это было до сих пор. Потому что это одна из самых страшных, одна из самых чудовищных, одна из самых жутких ошибок. Когда человек, вроде бы, думает, что он чего-то хочет, достичь какой-то цели, достичь какой-то мечты, но при этом внутри себя он не дает себе разрешения на изменения в жизни. Потому что мечта – это то, что находится за пределами вашей зоны комфорта, за пределами того, что вам привычно. А если вы будете делать те же самые действия, если у вас будет внутри запрет на изменения в своей жизни, своей большой мечты, вы не достигнете никогда. Поэтому следующий очень важный момент, очень важный аспект. Если вы хотите, чтобы ваша мечта сбывалась, вы должны разрешить себя, принять внутреннее решение. Я принимаю решение, что я допускаю в своей жизни изменения. Потому что очень часто у людей позиции – я хочу, чтобы моя мечта сбылась, но только чтобы в моей жизни ничего не поменялось. И тогда мечта никогда не сбудет. Потому что еще раз, мечта – это то, что находится за пределами вашей зоны комфорта, зоны привычного, зоны знакомого. Именно это и делает вашу мечту мечтой. То, что находится в пределах вашей зоны комфорта, зоны привычного – это не мечта. Это может быть цель, желание, потребность, но это ни в коем случае не мечта. Поэтому, представьте, ну там, не знаю, гипотический пример. Женщина работает кассиром в магазине «Пятерочка» и мечтает выйти замуж за принца. И при этом не хочет никаких изменений в жизни. Как вы думаете, какова вероятность того, что эта ее мечта сбудется? Ноль. Никаких. Потому что принцы по «Пятерочкам» не ходят. У принца вообще свой персональный повар, слуга, лакей, помощник, массажист и так далее. И если вы хотите выйти замуж за принца, ну хотя бы заведите себе аккаунт на каком-нибудь сайте знакомств, на сайте дейтинга. Чтобы вы могли хоть как-то начать расширять контакты с мужчинами. Начните ходить хоть на какие-нибудь свидания, чтобы понять, какие вообще мужчины бывают, какие у них там бывают цели, желания, мечты, загоны и так далее. Потому что еще раз. Самая главная ошибка. Если вы хотите, чтобы ваша мечта сбылась, но у вас внутри есть запрет на изменения, ваша мечта не сбудется никогда. Должно быть внутри. Потому что все мои большие трансформации, все мои большие изменения происходили, когда внутри себя я принимал решение. Да, я вот хочу вот этой мечты, я хочу вот этого чего-то большого. Я внутри себя принимаю решение. Да, я согласен на изменения. Я готов, чтобы моя жизнь поменялась. Чем это приводит? Ну, к тому, что у меня мои цели, мечты сбываются достаточно легко. Например, за это лето я съездил четыре раза в отпуск. Четыре. У меня до сих пор такого не было. Первая поездка была на неделю, вторая поездка была на три недели, четвертая, третья поездка была еще на неделю, четвертая поездка была еще на неделю. Более того, три плюс один, плюс один, плюс один, шесть. Шесть недель лета я провел в отпуске, я провел в путешествиях, я провел в новых местах. Это стало возможно, когда внутри себя, ну, понял, что я хочу больше путешествовать. Для этого я решил, что да, я согласен, что в моей жизни были изменения, и они начали происходить. Пожалуйста, в комментариях под этим видео напишите, что вы думаете по этому поводу. Сталкивались вы с тем, что, когда вы начинаете мечтать о чем-то на самом деле большом, прекрасном, великом, то внутри у вас начинает, скорее всего, что-то сжиматься, напрягаться, вы начинаете думать, ну, и вы нафиг. А может быть, пускай бы как-нибудь оно сбылось, но только чтобы оно вообще никак не менялось, чтобы в жизни все осталось по-прежнему. Но я уже говорил, что, к сожалению, такой подход не работает. У вас должно быть внутри честное решение, что вы хотите, если мечта сбылась, чтобы в вашей жизни произошли какие-то изменения. Ну, если вы хотите разобраться, что и как нужно сделать, чтобы за год у вас сбывалось 60, 80, 90% ваших желаний, ваших мечт, я приглашаю вас на мой марафон желаний, на марафон сбычьей мечты. Информация об этом марафоне находится ниже под этим видео. Регистрируйтесь, пожалуйста, сначала у нас уже очень скоро. И там мы как раз разберем систему, подробно по кроссочкам вам разложу, что и как необходимо делать, чтобы ваши мечты сбывались легко, чтобы вы могли легко достигать своих целей без надрыва, без того, чтобы ворвать себя на немецкий крест, без того, чтобы там пахать по 12 часов в сутки. Я через это проходил, в общем, у меня были периоды в жизни, когда я работал из 9 месяцев, у меня было 3 выходных дня. А в остальное время я работал по 12-16 часов. То есть такие периоды в моей жизни были. Я понял, что я так не хочу, я хочу, чтобы мои цели, мои мечты достигались проще, легче, быстрее. И как раз как-то можно сделать, что для этого необходимо делать, я подробно рассказываю на марафоне сбычьей мечты. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь на марафон, информация о марафоне находится ниже под этим видео, и до встречи на марафоне. Потому что ваши цели, ваши мечты могут сбываться гораздо проще, гораздо легче, чем вы об этом думаете. Это вам доступно. Но просто, скорее всего, вы, у вас есть какие-то мыслительные ошибки, одну из них мы разобрали, типа, я хочу, чтобы мечты сбывались, но не готов к никаким мнениям. И, скорее всего, вы делаете кое-что не то внутри своего мира и, собственно, в своей жизни. Что и как делать иначе, чтобы мечты стали легко сбываться, буду подробно рассказывать на марафоне, регистрируйтесь. Ну, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, кнопку лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, когда у меня на канале будут выходить новые видео. Если у вас есть друзья, приятели, знакомые, подруги, которые тоже хотят, чтобы у них мечты сбывались, пожалуйста, поделитесь с ними этим видео, чтобы они тоже начали разбираться в себе, в своем мире. Потому что, знаете, очень прикольно, когда ты у себя там внутри кое-что перестраиваешься, а снаружи бум-ц. Деньги пришли, контакты пришли, связи пришли, квартира там пришла, машина пришла. Ну, пришла не в смысле каких-то эзотерических, мистических херни, а просто вы начинаете делать какие-то новые действия, начинаете получать новые результаты. И вот очень прикольно. Причем эти действия для вас становятся легкими, играющими, легкими, безнапряжными, в удовольствие, в кайф. Ну, если вы хотите разобраться, как можно быть достигатором, везунчиком, удачником, у которого легко сбываются его цели и мечты, я приглашаю вас подписаться на мой канал. Потому что мой канал посвящен как раз тому, как легко достигать своих целей, как быть везунчиком, удачником, у которого все легко в жизни получается, легко достигать своей цели, своей мечты, зарабатывать много и кайфовать от своей жизни. Это можно легко сделать. Так что подписывайтесь на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видео. И до встречи на марафоне с бычей месяц. Это марафон, в котором я собрал самую соль, самые крутые, самые классные рабочие штуки, которые помогли мне, помогли там тысячи моих клиентов. Так что регистрируйтесь на марафон и до встречи на марафоне. Я в вас верю. Разрешите себе изменения в жизни. Это очень прикольно. Когда у вас начинается класс изменения в жизни, это приносит очень большую радость, очень большой драйв, очень большое количество энергии. Это классно. Благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов. Мой персональный сайт pavel-kolesov.ru И да пребудет с вами сила и любовь. Все хорошего. До свидания. Я в вас верю. У вас все получится.